МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Николаевна, здравствуйте! Добрый день! В этом году вакцинация от гриппа особенной из-за коронавируса. Это так? И в чем особенность компании этого года? В этом году вакцинация от гриппа начата точно так же, как и во все годы. С 1 сентября. Но просто ей следует удивить особое внимание, потому что в этом году мы прогнозируем, что выпить сезон 20-21 с нами рядышком будут не. Все обычные нам порции респираторно-вирусной инфекции грипп, но еще и новая коронавирусная инфекция. Вот, наверное, в чем особенность этого года вакцинация от гриппа. Коронавирус усложняет течение стандартного гриппа? Есть ли какие-нибудь сейчас исследования? В настоящее время на территории Ростовской области еще не зарегистрировано ни одного случая сезонного гриппа. Поэтому ответить вам на вопрос, усложняет ли коронавирус течение инфекции, которую мы еще в этом году не видели, я не могу. Какие вакцины сейчас уже доступны жителям нашего региона и какие будут доступны в ближайшее время? В настоящее время в Министерстве здравоохранения Ростовской области в соответствии с заявкой и федеральной поставкой получено два вида вакцин. Это две трехвалентные вакцины «Клю-М» и «Савибрит». И все они уже получены в вечерними учреждениями и непосредственно поликлиниками в муниципальных образованиях Ростовской области. Количество доз вакцины, которые мы полагаем в общем итоге получить и провакцинировать для жителей региона, составит порядка двух миллионов доз. Что, как вы понимаете, является практически 50% от проживающего населения? Татьяна Николаевна, а как будет проходить вакцинация детей в этом году в детских садах и в школах? Вакцинация детей и в дошкольных учреждениях образования и в школах уже начата с первой недели сентября. Особенностью ее проведения является соблюдение санитарных норм, которую мы сейчас все должны соблюдать ввиду того, что имеем рядом с собой коронавирусную инфекцию. В остальном вакцинация ничем не отличается от вакцинации всех предыдущих лет. Ребенок не должен быть болен, у него не должно быть проявлений каких бы то ни было острых респираторно-вирусных инфекций, и он, соответственно, должен не иметь аллергии к уриному другу. Есть противопоказания, которые являются абсолютными, но есть относительными. Все точно так же, как во все предыдущие годы. А если говорить о работниках разных предприятий, у них как будет проходить вакцинация? Ну, давайте мы сразу поговорим о том, что сама по себе иммунопрофилактика гриппа вне зависимости от того, сейчас это, в прошлом году, 10 лет назад, она ничем не отличается. Показания и противопоказания вакцины одинаковые. Вакцина из года в год претерпевает изменения в соответствии с циркулирующими и выделенными в этом году штаммами вируса гриппа. Технология проведения вакцинации, условия ее проведения, они неизменны. В этом году, конечно же, следует с осторожностью и с соблюдением всех установленных главным санитарным врачом и Ростовской области, и Российской Федерации проведения мероприятий вакцинации по соблюдению очередности, по недопущению скученности и по всему остальному. А вот технология и тактика проведения вакцинации, она неизменна. Соответственно, и работники предприятий могут осуществлять вакцинацию так же, как они ее осуществляли в прошлом году. Либо путем заключения между работодателем и лечебным учреждением, имеющим лицензию на трудильную вакцинацию договора непосредственно с посещением рабочего коллектива мобильной выездной бригадой медиков, либо непосредственно в поликлинике, которая удобна тому или иному предприятию и тому или иному работнику. Если этот человек не является работающим и относится к категории элит, которому, конечно же, необходимо привиться и страдает каким-то хроническим заболеванием, состоит на диспансерном учете, он также может обратиться в привычный кабинет, поликлинике, поместу жительства. Обычно в Ростовской области прививают ежегодно около 50% населения, правильно? Какое количество жителей планируется привить в этом году точно так же или процент будет выше? В Ростовской области в прошлом году процент вакцинации гриппа составил 52,4%. Нормы и проценты проведения вакцинации, в том числе и гриппа, устанавливаются главным санитарным врачом Российской Федерации. У нас сейчас мы имеем на руках уже вакцину федеральную, которая пришла к нам в виде доз вакцин, закупленную для нас в Федерации, в количестве 50% от всего населения Ростовской области. Мы предполагаем еще одну поставку. Также все-таки надеемся на сознательность, и каждый год у нас это получается, работодатели будут на случай, потому что не все категории проживающих на территории Ростовской области подлежат бесплатной вакцинацией, относятся к тем депридированным контингентам и группам, которые необходимы в обязательном порядке привить. Поэтому работающие граждане, чаще всего за счет средств, подопадателей, либо за счет личных средств, также дают довольно-таки высокий процент. Планируем мы в этом году привить порядка 60% от общего числа жителей региона. Татьяна Николаевна, а где, кроме поликлиник, можно вакцинироваться, и какие документы при себе нужно иметь? Для проведения вакцинации человек должен выставить свою личность. Ясным вариантом, конечно, было бы наличие какой-либо медицинской документации, подтверждающей отсутствие у него. Это если мы говорим о возможности привития мобильными грехадами, которые, наверное, многие видели на территории города Ростова, в том числе мобильными комплексами. Переимочные кабинеты в поликлиниках, выездные бригады специалистов непосредственно по месту работы или учебы. Медицинские кабинеты, учебные заведения на территории всей Ростовской области, посрединеющие лицензию на вакцинацию. Для осуществления вакцинации необходимо иметь паспорт удостоверения личности, его занимающие, подтвердить, что ты Иванок Иван Иванович, что ты являешься жителем Ростовской области. Татьяна Николаевна, я вас благодарю за беседу. Спасибо большое. Не болей. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я напоминаю, это была программа «Что волнует?». Меня зовут Вера Данилиди. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова